Внимание конкурс Одежда, деньги, фото и посуда. Все это было ведь и раньше. Вы покажите всем такое чудо, которое намного лет нас старше. Приглашаем принять участие в конкурсе «Исторические находки». Расскажите о старых вещах, хранящихся у вас дома, случайно найденных или доставшихся по наследству. Для участия звоните по телефону 22 542. Ждем ваших историй. Предлагаем порыться в чуланчиках, заглянуть в бабушкины сундуки, раскрыть старые фотоальбомы. Наверняка там найдется то, что достойно внимания. Наша первая историческая находка приехала к нам из Москвы. Подробности узнаем у ее счастливого обладателя Максима Мирошника. Максим некоторое время работал корреспондентом в одной из тамбовских газет. По долгу службы натыкался на находки из прошлого. Интерес же к самой истории проснулся еще в раннем детстве. Коллекционировал марки и монеты из разных стран. Максим, какую находку ты нам представишь? Я хочу представить вам голову куклы. Как попала к тебе эта голова? История того, как она ко мне попала, на самом деле самая обычная. Отец помогал другу в строительных работах. Ну и случайно лопатой наткнулся на какой-то железный предмет. Откопали. Оказалось, вот эта вот голова. Долгое время на отца где-то лежала, потом он ее обнаружил случай, и сказал, Максим, держи, разбирайся, что это. Ну, так как я всегда интересовался всякими историческими находками подобного рода, то, естественно, не мог не принять ее. Какого года эта голова? После того, как изучали ее специалисты, то нам сказали, что эта голова конца 19 века, начала 20-го, где-то вот этот период. Для чего она предназначена? Было очень много версий предназначения этой головы. Как бы из тех, что отец, когда мне ее передавал, высказывал, какие-то свои были варианты. Но вот как только я ее получил, папа предположил, что это было, так как здесь есть, такое вот круглое отверстие, что это как-то накручивалось на какие-то трубы, ну, было как элемент декора. Эту версию Максим сразу поставил под сомнение и начал проводить расследование по поводу происхождения этой головы. Первым делом он отнес ее в Краеведческий музей города Тамбова. Там тоже несколько специалистов ее смотрели, но высказывался такой вариант, что даже, что это была голова какого-то божества языческого, что языческие культы, языческие приверженцы, сектанты, так называемые, они существуют и существовали в 19 веке, даже до сих пор существуют, и может быть, это был какой-то их элемент культа, опять же, по выражению лица. Как раз-таки дошли мы до человека, который занимается антикварными вещами непосредственно, и он смотрел, минуту три ее покрутил, и потом он как осенил, что это форма для отливания головой кукол. Как раз-таки вот это островство, если видели куклу, то тут как раз с лоосиком, вот эта часть, она накручивается уже, по-моему, отдельно. Заливается она вот в эту форму. Из какого она материала? Однозначно специалисты сказали, что она состоит из меди полностью, но медь это необычный, это необычный сплав. Здесь, если вы посмотрите, то здесь очень много бронзовых вкраплений наверху, то есть они прямо выделяются яркими пятнышками, они единственные, которые до сих пор, сколько времени уже прошло, и около 100 лет, 110, они не поддались коррозии до сих пор. И этот металл сюда добавили для того, чтобы весь сплав был крепче, потому что медь сама по себе, она очень склонна к разрушению, и, соответственно, при заливании могли появиться какие-то дырочки, какие-то элементы повреждения. И вот бронза, она как раз-таки добавляет сплаву цельность, поэтому эта голова даже до сих пор, мне кажется, сейчас, если пробовать сделать из нее куклу, мне кажется, ну, это больше, по большей части это удастся. Максим, а можно посмотреть твои находки? Да, конечно. И вот глазницы одна больше, а другая меньше, почему это? Так и было? Ну, мне кажется, что они потом все равно вырезали все эти части, когда уже готова форма куклы была, и глаза вставляли отдельно. Форма была не настолько важна, поэтому пренебрегали. Одна больше, другая меньше, то есть это было неважно, потому что потом вырезалось все равно. И внутри у нее форма подуши есть? Да, внутри все детальки, под ноздри, под губки и подушки все очень тщательно вырезали, чтобы потом выглядело все как в настоящем. Такая она тяжелая, с дырочкой. А дырка здесь для чего? Ну, наверное, должно было быть какое-то отверстие для того, чтобы воздух выходил, как мне кажется. Ну, это уже технологический вопрос. И с ямочками под воротки. Спасибо, Максим, большое. Очень интересная у тебя находка, самое главное необычная. С помощью нее мы узнали, как отливались куклы сто лет назад. До свидания. До свидания. Как видите, старые, забытые, запыленные вещи несут в себе удивительные истории прошлого. Если вы обладаете чем-то подобным, звоните по телефону 22 542. Примите участие в конкурсе «Исторические находки». Времена и нравы меняются, но есть вещи, которые не подвластны времени. Например, женская красота. Спонсор нашего конкурса – отдел колготки и бижутерия. Приглашает милых дам выгодно подчеркнуть свой образ. Чулки, колготки и бижутерия поднимут каждой даме настроение. Отдел колготки и бижутерия. Торговый центр «Грант» – второй этаж. Приглашаем! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова